Опс. Да, это прекрасная эмблема. Она сразу воодушевила на фоне тот участок, где организаторы забыли нарисовать как бы на легенде, куда поворот и куда что. То есть там стояли отметки расстояния, а пунктограммы не было. Догадайся сам. Ну, как бы мы не обращали. Ну, нету, нету, может, не надо. То есть мы примерно представляли, что через такой отрезок что-то должно произойти. Так, правда, похоже, что что-то происходит. Всегда открытая дверь москвичей. Ой, а как это бесит привычки штурманов, причем всех, выходить, посмотреть, что там впереди и не закрывать штурманскую дверь, не захлопывать. На всякий случай, чтобы без штурмана не ехали. Я так штурман скажу. В этом месте мы нашли следы забора из колючей проволоки. Прямо в болото шел. И тут были места, где много сталинских логерей было. Это река Мандрага. Красивое название. Там мрачные такие места. Дюнные пляжные гонки, они тоже раньше стояли как бы вне рамок трофи-рейда. Это была соревновательная программа. Вот в этом году ориентирование. И вот эти две гонки, они стали спецучастками. Это внесло, конечно, большое разнообразие вообще в прогнозы, потому что автомобили, которые замечательно себя чувствуют на болоте, далеко не всегда могли показать приличный уровень на пляже или в дюнах. Прикольно, но многие участники в голову не приходили, что песок это тоже болото, где надо сдувать колеса. Сдувая колеса, надо помнить о том, что не надо делать резких сильных движений, чтобы не разбортировать колеса. Там еще много нюансов таких появилось, о которых многие не догадывались. Эстонцы как были лидированы на болотах, так и очень хорошие времена показали на пляже. Несмотря на такой монстроподобный автомобиль, они очень оказались маневренными. Они просто все очень продуманно делали. Малое оффроводное кольцо. Трасс, которую мы нашли перед первой ладогой, первое прохождение кольца заняло 7 часов. Пропиливались, закапывали окопы. Сейчас 14 минут. Оно коротенькое, оно километра 3 всего на все. Пожалуй, другого такого нету места, где бы на небольшом участке, там, по-моему, меньше трех километров, собраны все возможные варианты оффроуда. И триал, и брод, и подъем на холм. Фактически все, что только было можно. Мало того, что он безумно красивый, вот этот спецучасток, очень разнообразный. Но его, ну, почему он его назвал, оффроводное кольцо? Это как полигон оффроводный. Вот есть все. Вот это, кстати, последняя переправа перед финишем, последний бродик. Вот дальше идет резкий подъем, камень этот злополучный. И между соси надо было править, и вот она, финишная черта. В чем сложность? Ну, тоже надо машину на тяг держать, чтобы колесами буксовать, и как бы вот он сейчас пойдет и будет буксовать колесами, и не заедет, конечно. Как бы тут рулежка такая достаточно, и машину надо держать. Опять же можно на понижалку включить. Передний мост еще включить. Тут надо впритык к камню проехать, и крышу не снести, и облевую сосну. Ну, запчасти делать, да? Угу. Прямо в лес нельзя выехать, так сказать. Сколько там участок-то всего, да? Два с половиной километра. Боря Головкин, у которого сильно поменялись позиции к этому дню, то есть он четко вырвался в лидеры, и он это понимал, что от этого спецучастка очень многое зависит. Но, как он сам честно признался, планка малостью упала, и когда он увидел финишный флаг, вместо того, чтобы подумать, дал на газ. Как раз перед тем, как он перевернулся, успели помыться в озере. Я говорю, нет, это фотоаппарат, не 73. Мы перед тем, как сюда стартовать, распределили, кто куда пригибается, кто за что держится, на всякий случай. Поэтому ты вышел. Нет, я-то уже финишировал, в принципе, я пошел уже к финишу, что-то там два метра, три метра. Запаска оказалась все-таки перекачена, наверное. Много факторов сварилось в один. Концептуально будет делать другой автомобиль теперь. Кузов оказался сделан неправильно. Чуть-чуть не хватило жесткости. Паре отметил свой пятый переворот.